МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфиры программа новин Региону. Студия Павел Савицкий. Витаю вас, глядитесь сегодня у выпуску. Новое обсталявание для гематологичных заследований и рентген в цифровом формате. Поликлиники в области. Простехничное первоозброение до большая качественная обслуговывания. Коньки зимой, летом ролики. Универсальную пляцовку для отпочинку открыли в Кличеве. Бягут не только працованные резервы. Кольки человек прошли регистрацию на первый Могилевский марафон и на каких улицах будет перекрытый рухтранпорта. Глядите праздник, кольки хвилин. Знайомство с коллегами, обмен вопытом и пополнение своей особистой педагогичной скорбонки. Напереды дни профессийного свята молодые педагоги сустрелись с керавництвом в области и областного управления адукации. Больше 250 молодых наставников в области собрались в Могилеве в институте повышения квалификации. На сустрече со своими коллегами и керавництвом Могилевщины они делились этими проблемами, с якими сутыкнулись как молодые специалисты, а гучвали свое бачение развития системы адукации. Ни для кого не секрет, что идет изменение учебных программ, издание новых учебных пособий и учебников. И связано опять же это с тем, чтобы максимально адаптировать учебный материал ко всем категориям учащихся. Вводится профильное обучение, где ребята могут по будущему профилю своей профессии подготовиться по тем или иным предметам. Молодых наставников хвалюе и узровень подрихтовки абитуриентов после спрощения тестовых заданий и питаний про соулаткование на конкурсной основе и умовы працы по сумещальництву. Проблема молодых специалистов – это жилье. Так как у нас есть молодые специалисты, которые пришли в один год со мной, и у них есть такая проблема, но она, конечно, решаема, но все-таки атак глобальных проблем, наверное, не существует. Сейчас много всяких информационных технологий, когда мы можем что-то найти, что-то поискать. Опытные преподаватели, которые нам помогают оказывать всякую помощь. Молодые педагоги свечат про подтримку своих коллег, али означает, что и сами не пужаются складанностью и не губляются перед проблемами. Потому что тут, наверное, несколько проще, потому что небольшая разница между вами. Ты еще немножко на их волне, ты их понимаешь, некоторые их переживания, волнения, и поэтому, наверное, несколько проще в этом плане, чем уже педагогу, который с возрастом. Хотя у педагога с возрастом тут уже опыт. Дарыши зараз команда Могилёшчины применяют дел у республиканским конкурсе «Наставник года-2017» у Минску. Его выники станут вядомы 28 вересня. Сняжана Крыжевича, Лена Мельщанкова, Віталь Вопси, Новины региона. Новое обсталевание для большаяказного обслуговывания и поспехового лечения. Все лет и только за полгода установа оховы здоровья в области поступило аппаратуры больше на 3 миллионы рублёв. Это плановые закупы Министерства оховы здоровья. За корсами местовых страдков набыто обсталевание амаль на 100 тысяч рублёв. Это перш за всю централизованную допомогу тем установам, которые имеют в этом особливую потребу. Рентген-здымки у Могилёвской центральной поликлиницы переведены у цифровый формат. Для большаяказного обследования пациентов миновита такого комплекса и не хапала, говорят специалисты. Тому летоси дробили замову у Министерства оховы здоровья на закуп суперсучасных обсталевания. У НИЭКСПЕРТ ПЛЮС. Рентген-комплекс такого классу один и у Могилёвы и третий у Беларуси. Нет необходимости в рентгеновской плёнке, нет необходимости в использовании химических реагентов для проявления рентгеновской плёнки. Ну и так как качество снимочков стало более чёткое. Летоси у поликлиницы установлены сучасный визиограф для рентген-здымка у зубов. Усё гэта дозволила целком укомплектовать отделение. Усе пять установок працуют на полную магутность. До централизованных закупов удалышаются и спонсоры. Дякуючи такой подтримцы, у лаборатории поликлиники з'явилось новое обсталевание для гематологичных доследований. Тут, например, и деды диагностика на онкомаркеры и гормоны, а на гэтым анализаторы доследуют формулы крови. Экономические затраты меньше, потому что всё идёт автоматическое определение и расчёты лейкоцитарной формулы, и определение гемоглобина, тромбоцитов, лейкоцитов, что немаловажно для диагностики любого заболевания. Сучасное обсталевание и повышение якости послух – знак того, что установа развивается. Всё лето Могилёвская центральная поликлиника отзначает 150 год. Свой юбилей она сустракает с добрыми выниками. А мальцалкам компьютеризованная система – открытый центр договорных медпослух, что свечит про якость медицинского обслугования и его запотрабованность. Кристина Каранкевич, Виталь Аляксейнка, Новины региона. Для спортивных занятков и активного отпочинку. У Кличеве открыли универсальную хокейную пляцовку. Попрацовать она будет не только зимой, а и летом. Покрытие идеально ровное, тому тут можно будет кататься круглый год. Зимой на коньках, а летом на роликах и скейтах. Як освоивать новую пляцовку насирали наши журналисты. Со школы одразу на хоккейную пляцовку. Зараз милает и таки маршрут у Даши Качура. Сюда ее приводит батька. Дочка хотела, и нам хотела, чтобы дочка каталась. Вот потихоньку учится. Но сначала ролики не подходили. Большие были, теперь нормально. Тут и с оправдой ровное покрытие. Будовники постарались. На базе этой пляцовки денежная гурток, где лучше кататься на роликах. Детки очень с большим удовольствием идут зимой на эту площадку с родителями. У Кличеве кажуть, зараз модно отпоживать активно. Тому на хоккейную пляцовку приходят кататься с семьями. Як у будня, так и у выходные дни. Палин, давно на роликах катаешься? Да. Нравится? Да. А падала? Иногда. Больно? Да. А здесь уже падала или здесь хорошо каталась? Не падала. Потому что тут хорошая дорога. Зимой коньки, летом ролики и скейты. Это ожидание же Хароу Клишева ожитявилось. Однако есть еще одно. Нам бы хотелось, конечно, осваивать игру хоккей. Поэтому планируем хоккейную игру организовать. Для этого нам нужны, конечно же, специалисты. Ну и перспектива, наверное, увеличить количество катающихся на роликах. Свою хоккейную команду у Клишеве готовы собрать хоть завтра. Шмат тых, кто жадает устать на коньки и взять у руки клюшку. Наталья Ильинч, Александр Тарасов, Новин Регион. Бесплатные консультации юристов можно отримать с 28 вересня. Практику таких приемов у профсоюза одновляют послелетнего перепынку. Отримать отказы на пытание, связанное с Прационным кодексом, а так само с обороной социально-экономичных правов и интересов, можно будет на предприемствах у городских и районных объединениях профсоюзов. Нагадаем, Федерация профсоюза у Беларуси запустила гэты проект у соковику 2015-го. Летось за консультациями звернулися 375 жахаров Могилевской области. По слову специалистов, такие приемы гэта реальная махчымысь выршись в конкретные проблемы, ці просто отримать отказ, куды и як рухацца далей. Наприклад, юристы могут допомогшись класться исковые заявы. Основное пытание, з якими шассей приходится на такие консультации, гэта припынение працонных относин, оплата працы, продоставление отпадшинку, коллективные домовы. Про час проведения приемов в области можно доведаться по телефону в Могилеве 25-36-52. Два чоловеки загинули на пожарах в области за минулые сутки. В Могилевском районе у одним из домовладаний угорела павець. Под час ликвидации у сгорания варитовальники знайшли у гэты побудове тела 61-годового господара. У Белынинском районе пожар отбылся у приватным жилым доме. Коли варитовальники прибыли до места здарения, будунок горел открытым полами. Коли пожар потушили, у адым спакоя у супрацовники службы 101 знайшли тела 54-годового господара до младания. Специалисты высветляют причины обо двух здарениях. Больше за полторы тысячи человек пройшли регистрацию на першем Могилевске марафон, який ладится у неделю, причем сирот тех, кто будет у им удельничать, гости из России, Польши, Литвы, Италии, Израиля и инших краин свету. Дистанции 3-4-10 километров для аматоров и классика, маятся 42 километра и 195 метров. Головная падия разгорнется на площади славы. Там у дельники марафону возьмут старт, а праздник кальки годин финишуют. В середине пошли день регистрации ПРАЗ Интернет. Учать веры и пятницу отримать право на уделу в марафоне можно будет в спорткомплексе Олимпийц. Початок святобегу у 10 годин. И нагадываем, что подчас марафону будет споненный рух транспорту. Большая частка дистанции пройдет по Пушинским проспекте и в улице Великая Чавуская. Одночасово со стартом марафону разгорнется и культурно-забавляльная программа. За падеи можно будет назирать на великих мониторах, які организаторы установить на площади славы. На этом я с вами развитываюсь и нагадываю вечерний выпуск программы «Навин Регион» на телеканале «Беларусь-1». Глядите в 18.00. Мы працуем у правом эфиры. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин